СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И рассказывать нам о сути этого праздника, об его истории, о значении сегодня будет наш добрый, надеемся, гость, коллега. Добрый, постоянный, гость, который всегда нам помогает. Нурислам Хаджи, имам мечети города Кирова. Нурислам Хаджи, добрый день. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи ва баракаду. Мир вам. Милость Аллаха и его благословения. Мы вас поздравляем первого, скажем так, и сразу же поздравляем, еще не начали разговаривать с этим праздником, как мусульманина. То есть в моем лице полтора миллиарда мусульман земного шара получает от вас поздравления. Вот такая ответственность у вас большая. Именно так. Вы сегодня получаете поздравления за всех мусульман земного шара от редакции «Эхо Москвы». Ну и у вас, конечно, Нурислам Хаджи, есть прекрасная сейчас возможность сначала поздравить с праздником. Конечно же, от себя лично, от организации, которая представляет Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Кировской области, Кировская мечеть, от всех нас поздравляю братьев мусульман, братьев и сестер мусульман, верующих, а также тех, кто живет вместе с нами, наших соседей добрых. Слава Аллаху, Господу миров! Слава Аллаху, Господу миров! Слава Аллаху, Господу миров! Да будут наши приветствия и благость Аллаха Адаму, и Ною, и Аврааму, и Моисею, и Иисусу, и всем посланникам Его, и пророкам, да будут они благословены Аллахом, которые тысячелетиями доводили дар щедрейшего Творца Слово Божье и истину веры до всего человечества, а также досточтим и близким, сподвижникам, светоча Его, всем праведникам и святым, оставившим в веках достойный пример благочестия и счастья роду людскому, и нам, и всем тем, кто стремится обрести радость жизни в этом и блаженность вечности в нескончаемом мире. Аминь. Это те самые слова, которые, по всей видимости, произносятся, да, в праздник, когда приходят в мечети люди, да, слова поздравления, да, слова поздравления, то есть духовные лидеры поздравляют паству с этим самым великим праздником для мусульман в течение года, праздник, который в себе совмещает очень много знамений, очень много знамений. И вот нам надо сейчас об этих знамениях с вами поговорить, да, обсудить их. Мы говорим о том, что это самый великий праздник мусульман, так? Да. Почему это самый великий праздник? Ну, как минимум, здесь совмещены обряды хаджа, паломничества, мекку. А паломничество как раз-таки продолжается вплоть до Курбан-Байрам, да? Да. Это вид богослужений, который человек хотя бы один раз в жизни должен сделать. Вот месяц Рамазан, пост месяца Рамазан бывает каждый год. Намаз бывает каждый день, пять раз в день. Пятничная молитва один раз в неделю. А паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни надо совершить. И Аллах говорит, Бисмиллахи Рахмани Рахим, Валилляхи Алян-Наси, Хиджюль Байти, Мани Статуа Иляхи Сабиля, От Аллаха установлена обязанность для людей совершить паломничество в Мекку для совершения обрядов хаджа, для тех, кто имеет физическую и финансовую возможность. Это цитата из Корана. Это цитата из Корана, да. Поэтому я говорю, Аллах сказал. Физическую и финансовую, значит, если ты здоров, если ты можешь нормально передвигаться, находиться в дороге. И оставить ещё на время твоего путешествия деньги для своей семьи, чтобы она не нуждалась. Не то, чтобы она широко отмечала и излишествовала в еде, питье и праздниках, но чтобы не нуждалась. То есть ты спокоен в своём путешествии и своё сердце отдал обряду хаджа. Как мужчинам, так и женщинам хадж обязательно. Для женщин здесь трудность некая в плане каком. И поскольку религия ислам беспокоится о безопасности женщин, то для них есть условия. Они могут совершать такое путешествие только в сопровождении близкого родственника, за которого они не имеют права выйти замуж, который будет заботиться об их безопасности. Это отец, брат, сын, естественно, муж. Но не брат мужа, не тесть. То есть это категория мужчин, за которой она не может выходить замуж. Это близкие вот такие. А если нет у женщины ни того, ни другого, ни третьего, а хочет она это? Одно из решений, одно из мнений учёных ислама есть, что женщина может совершить такое путешествие в сопровождении нескольких благочестивых женщин. Нескольких благочестивых. Не меньше трёх. Понятно. Которые являются её покровителями, наставниками. Да, помощницей, наставницей, защитницей. Вот я боюсь задать этот вопрос, потому что мы не успеем тогда, может быть, про Курбан поговорить. Но давайте мы всё-таки задам. Почему мусульманин должен хатч совершить? В чём смысл? В чём предназначение? Серьёзный вопрос. Серьёзный, конечно, вопрос. Я его задаю специально. Я-то ответ на него, как мусульманин, знаю. Но я его всё равно... Есть некая догма, есть некая запись в Коране. Почему? Либо каждый как-то вот духовно и внутренне сам это понимает. Зачем? Конечно же, есть приказ Всевышнего, изложенный в Священном Писании, в Коране. Есть. Но, как обычно, отвечая на ваши вопросы, я попытался копнуть в своих мозгах поглубже и маленько застопорился. Очень много информации придётся выдавать. Очень сложно выжимку такую представить. Как минимум, хадж является одним из пяти столпов ислама. Когда ангел Гавриил, Джабраил по-арабски, спрашивал нашего посланника Мухаммада, мир ему, расскажи мне об исламе. То есть, экзаменовал. И пророк Мухаммад, мир ему, сказал, «Ислам — это свидетельствовать, что ты мусульманин, это совершать пятикратный намаз, это держать пост в месяц Рамазан, это выплатить закят, то есть социальный налог от богатых в пользу бедных хотя бы раз в году. И паломничество в Мекку для совершения обрядов хаджа, «фа мани стату айля и сабиля», как сказал пророк на арабском, для тех, кто имеет вот возможности такие. И ангел, главный ангел, Джабраил, по-русски Гавриил, сказал, «Садахта, ты правду сказал». Тем самым он принял на него как бы экзамен и тем самым утвердил вот эту формулу основ ислама, основ нашей религии, из которых хадж. И поэтому, когда человек мусульманин совершает хадж, он как бы подводит черту в своем совершенствовании своей религии, своего ислама. Я еще говорил, что человек, совершающий хадж, совершивший хадж, он как бы совершил обмен с Аллахом, свою жизнь на хадж. То есть он отменил для себя удовольствие этой жизни и взял себе удовольствие вечной жизни. Не зря же, когда вот хаджи возвращается, про него говорят, по-арабски, как сказал пророк Мухаммад, мир ему, «Аль-Хаджу-ль-Мабруру, ля-саляху, джазау, илля-ль-джанна, за исполненные в совершенстве хадж нет другой награды, кроме рая». Вот представляете, человек, который совершил хадж, избавился от всех грехов, от всех, как минимум год назад, как минимум год вперед. Так? Вот этот человек приезжает к вам, так от него даже запах другой исходит. Мы, когда хаджи встречаем, мы не просто его обнимаем, еще принюхиваемся. Потому что это запах каабы. Храм, куда обращены лики всех мусульман. Все полтора миллиарда мусульман туда каждый день, пять раз в день обращают свои лики. Многократно еще. Кроме этих обязательных намазов. Еще совершают молитвы. И всегда обращают свой лик к этому храму. И приезжает хаджи, вот он потерся плечиком об этот первый храм в истории человечества. И мы его нюхаем. Как он прекрасен. Вот так мы по традиции уже начинаем в не менее, конечно, важные подробности вникать, но время все-таки ограничено. Хадж совершили. Я думаю, что мы про хадж, наверное, поговорим. Еще отдельная тема будет. Потому что у меня есть вопросы, но я тоже боюсь того же, чего боится Володя. Нет, это, безусловно, интересно и важно, но, увы, мы должны соследовать. Но вот все-таки вот хаджи кончился, и у нас наступает Курбан-Байрам. Курбан-Байрам. Байрам-праздник, Курбан-жертва. Нет. Нет? Нет. Так. Байрам-праздник, это тюркское название. А курбан, Курбан, слово арабское в своем корне, и оно исходит от понятийного термина приближение. Приближение. Не приближение в физическом плане, а приближение к довольству Всевышнего. То есть здесь не является для нас убить бедное животное. То, что многие буквально воспринимают. Но есть ведь такое значение, как жертва, в слове «курбан». Хорошо, очень хорошо. Так, вы объясняйте. Я объясняю, вы же меня перебиваете. Всевышний Господь всех созданий Аллах предупреждает в Коране. То есть, Он на арабском языке же нам все изложил. Я вам сначала процитирую, потом переведу. Бисмилляхи рахмани рахмам. Ла яна ла Аллаха лухумуга, ва ла димауга, ва лакин яна лугут-такваминкум. Кадалека сахрага лакум, ла тукам беру Аллаха аля ма хадакум, ва баширин мухсинин. Это сура Аль-Хадж, аят 37. И означает это, ни мясо, ни кровь жертвоприношений не достигает Аллаха. Но достигает его благочестие, набожность ваших сердец. И сподвижник пророка Мухаммада, когда спросил посланника Аллаха, «А что же это за праздник жертвоприношений? Что это такое означает?» И Павел сказал, что это традиция отца вашего, Ибрагима Авраама. То есть невозможно не углубляться, рассказывая про Курбан, не рассказать о том, как эта история всего этого. Придется рассказать. Придется рассказать. Придется. Хорошо. Хотя рассказ о принесении в жертву Ибрагим Халилом, это вот арабское такое выражение, Ибрагим, арабское название имени Авраам. Халил – это друг, друг Аллаха. Своего сына Исмаила. Общеизвестный же рассказ. Давайте напомним хотя бы вкратце. Но мы его вкратце расскажем для того, чтобы люди маленько вспомнили и получили благодать от этого. После того, как пророк Ибрагим ставил владение царя Намруза и переселился в Шам. Шам – это Сирия, Палестин, вот этот район. Современный. Да. Он тайно обязал себя, перед Всевышним обязал себя, принести в жертву ради Аллаха сына, если он у него родится. А к тому времени Ибрагиму было больше 90 лет. И у него идей не было. То есть вот хочу сына. Аллах сказал, будет сын. Но если ты его подаришь мне, да? Да, ты мне его подари, я тебе его отдам. Конечно же, в процессе жития бывает так, что мы люди слабые. У нас бывает память. Ибрагим, мир ему, опять-таки, по воле Аллаха забыл о своем обещании. А Аллах же не забывает, он подарил ему сына. И Ибрагим жил спокойно, но Аллах напомнил ему во сне. Повелел ему, чтобы пророк принес сына в жертву. Этот сон он видел семь ночей подряд и убедился, что это вещий сон от Аллаха. Вспомнив о своем обещании, он решил исполнить его. И тогда пророк сказал сыну, чтобы тот взял веревку и нож и отправился с ним в столицу. А в сторону мины. Мина – это некая площадка, но огромная, между горами в районе Мекки, где сейчас находятся палаточные городки, где живут все хаджи. Да, паломники, во время совершения обрядов хаджи. Исмаил, сын его, взял все это и пошел вслед за отцом, словно ягненок. В пути он спросил отца, а зачем нам веревка и нож? И Ибрагим сказал, что принесет в жертву курбан, барашка. Иблис сатана, увидев твердое намерение Ибрагима выполнить повеление Аллаха, позавидовал ему. Он явился к матери Исмаила, жене Ибрагима. В облике человека и спросил ее, куда отправился Ибрагим с сыном. Она ответила, что они пошли за дровами. Иблис сказал ей, что Ибрагим собирается резать Исмаила, но она этому не поверила. Тогда Иблис сказал, ведь Ибрагим говорил, что у него на это есть повеление Аллаха. И тогда жена Ибрагима сказала, если таков приказ, то мне этого предостаточно. Проклятому Иблису козни не помогли. Не достигнув цели, охваченной печалью, он отправился к Исмаилу и спросил, куда вы идете? Исмаил твердо ответил Иблису, сатане, что они идут резать курбан. Но проклятый Иблис спросил, а знаешь ли ты, кого принесут в жертву? Ответив нет, Исмаил засмеялся. Иблис открыл ему намерение отца и сказал, на горе будут резать тебя. Исмаил поинтересовался, а почему отец решил принести меня в жертву? Тот ответил, Ибрагим говорит, что на это есть повеление Аллаха. Исмаил сказал, есть ли такого повеления? Я согласен быть жертвой ради Аллаха. Увидев его покорную Всевышнему, Иблис, сатана потерял надежду и оставил его. Тогда шайтан, он же сатана, решил испытать еще Ибрагима и спросил его, куда идешь? Тот проклял и прогнал его. Ну а шайтан снова побежал за ним. А когда Ибрагим доходил до... Есть три места. Джамарат Акаба, Джамарат Аль-Буста, Джамарат Аль-Сухара. То есть это места кидания камней в Далине Мена. Это кидание в своего собственного шайтана камушки. Укажут человека свой шайтан. Дабы его отпугнуть. Прогнать, прогнать, убить, да. Это один из обрядов паломничества. Который помогает паломнику очиститься сердечно. Туда же стремится шайтан. Сердце в наше. И человек таким обрядом отпугивает его. Беря указательным и большим пальцем камушек, кидает в этот стол. Паранше стол был. Сейчас уже из-за большого количества паломников стена. То есть это не то, чтобы кинуть большой, огромный булужник. Нет, нет, размером. Чисто символичным. С маленького фаланга, пальчиком маленький, камушек кинуть. Тут главное намерение противостоять козням сатаны. Темной стороны. Да. И с криками, таким восклицанием Аллаху Акбар. Аллах превыше всего. Он кидает этот камешек, убивая своего сатану. И трижды Ибрагим кинул камень, дав для нас начало этому обряду. Шайтан всякий раз переграждал путь Ибрагима. И каждый раз он бросал в проклятого по семь камней. Благодаря Аллаху шайтан не смог сбить Ибрагима и его близких с правильного пути. Зависть врага не принесла результатов. А ведь сатана враг человечеству. Его хитрость и коварство вернулись против него же. Затем Ибрагим поделился с сыном и рассказал об указании Всевышнего. Мы здесь, говорит, чтобы принести тебя в жертву, подчиняясь повелению Аллаха. Выразив свою покорность и согласие стать жертвой, Исмаил, который получил прозвище Забиху Аллах, то есть означает, что тот, кого принесли в жертву ради Аллаха, ответил, Отец, выполни повеление Всевышнего. Если угодно будет Аллаху, в этом ты найдешь мое смирение и терпение. Ибрагим связал сыну руки и ноги, уложил его на правый бок. Ангелы на небесах наблюдали за покорными Всевышнему отцом и сыном. Отец, некрасиво привязывать меня, как к овцу. Лучше развяжи меня, сказал Исмаил. Ибрагим убрал веревку, освободил руки и ноги сыну, после чего тот остался лежать, словно отдыхающий жених. На прощание он попросил передать любимой маме салям. Приветствую. Попрощавшись с сыном, Ибрагим взял нож и провел им по шее Исмаила. Но нож даже не оставил следа на шее. Исмаил забегула, сказал отцу, Может, тебе трудно видеть мое лицо? Режь без жалости. И лег смиренно лицом вниз. Но как бы Ибрагим ни старался, нож отказался резать и нисколько не повредил тело Исмаила. Оказавшись в безвыходном положении, рассерженный отец швырнул нож. И тот, нож, сказал ему, Могущественный Аллах запретил мне резать, а друг Аллаха настаивал, чтобы я резал. Поскольку из двух требований достойной выполнение является воля Всевышнего, я следую ей. Как же я могу резать шею Исмаила, когда на его лбу сияет яркий свет пророчества? Мне не под силу делать то, что ты желаешь, без повеления Всевышнего. Увидев это все живое, земные и небесные ангелы, звери, птицы, насекомые, даже обитатель морей и океанов, все стали просить Аллаха пожалеть отца и сына. Тогда Всевышний не спасал Ибрагиму свои слова. По-арабски я не буду начать. Что означает? Ты исполнил видение. Во сне же и приходил. Ты исполнил видение. То есть твоя жертва принята. В тот же час Джабраил, то есть Гавриил, ангел, принес из рая барана величиной сверблюда. Когда вместо Исмаила было велено зарезать этого барана, все от радости произнесли такбир. Аллаху Акбар! Аллах Велик! Так Исмаил спасся и получил высшую награду. Сказано, что тот баран был жертвой Хабила, которого Кабил, сын Адама, убил из зависти, из черной сатанинской зависти, убил своего брата. А перед этим Хабил принес жертву Всевышнему, и Всевышний из двух братьев принес жертву Хабила. И вот этого барана из рая Аллах приказал вернуть для Исмаила. И некоторые, конечно же, считают, что для принесения в жертву готовился Исаак, но исторические книги нам подтверждают, что это был Исмаил. Исак, младший сын, еще один сын. Нам сделать сейчас небольшую нужную паузу, и все-таки затем мы уже как-то к обрядовой, наверное, составляющей, к Урбан Бареву перейдем. Как его отмечать? Что нужно делать? Традиции? Ну и значения. Времени остается не так много, но мы продолжим очень скоро. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжается программа СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наш сегодняшний гость Нурислам Хаджи, имам мечети города Кирова и тема нашей сегодняшней программы Курбан Байрам. Только что мы услышали... Великий праздник. Да. Только что мы услышали вот ту самую историю, с которой связаны истоки этого праздника. Мы сейчас перейдем в современность, уже перекидываем мостик в наши дни. И вот сейчас хотим... И что должны делать мусульмане вот в этот праздник? И для чего они это делают? Хорошо. Сначала смысл. Смысл, да. Рассказано этой истории, да, и в чём, собственно, глубинная суть. Вот представьте сами. Разве Создателю нужно было жертва человека? Высшее творение Создателя, разве ему нужно приносить жертву? Нет, тысячу раз нет. Сам Создатель говорит в своём слове, это цитата из Корана, Это не подлинно, это только испытание явное. И искупили мы его сына, то есть приняли эту жертву, великой жертвой барашком из рая. И с тех пор от древнего Авраама остался этот обряд жертвоприношения из щедрот, дарованных Богом, и в благодарность ему за прощение прародителей наших Адама и Евы, за благо и радостью жизни, в искуплении своих же прегрешений. А как искупить? Праздничной братской трапезой, угощением, заботой о бедных и сиротах, вдовах и страждущих, проявлением добрых, чистых чувств любви, милости и сопричастности ко всему роду людскому. А посвятить детей Богу, несомненно, означает научить их жить по-божески, по-человечески, так, как предписал Господь. Ведь Он, всемогущий Творец-Создатель, мог и дальше творить нас из праха, из глины или ребра, как нашу праматерь Еву. Но Он сказал для нас, что из знамений Его то, что Он сотворил для вас, из вас самих же жен, дабы доверившись им, успокоились вы, утихомирились, нашли успокоение души и создал между вами любовь и милость. Вы, воистине, в этом есть знамение для людей размышляющих. То есть, целью-то есть милость. Никак не то, чтобы убить творение Божие барашка, а это создание, которое предназначено и были именно для этого, чтобы, принося взятву по определенному обряду, при котором само животное не мучается, к нему относятся с особенным уважением, потому что нельзя на глазах одного барашка резать другого, нельзя при нем даже нож сточить, нельзя тупым ножом резать, его надо успокоить, погладить его положительно, левый Бог, погладить его, сказать, бисмилляхи, Аллаху Акбар, инна суляти, ванна суки, это вот все по-арабски, цитаты нашей молитвы, пояснения нашей молитвы, наше жертвоприношение, вамахьяья, вамаматилилляхи, рабиллялими, наша жизнь, наша смерть, все для Аллаха, Господа миров. Аллаху Мау, Господь наш, такобальхазальудхайя, прими эту жертву от такого-то, такого-то. И вот это слышит же барашек, тоже успокаивается. У меня были же опыты большого количества приношений. Закланий. Закланий, да, помогал. И вот самые буйные бараны, а вот баран буйный, речка спокойная. Он же самец, простите. Да. И самый буйный баран, услышав слова Всевышнего, успокаивался, ложился. И как бы соглашался на то, что он приходит, приносится в жертву. И потом, освященное этим обрядом, мясо очищенное, оно очищенное не только от шкуры и внутренней. Там даже кровь должна выйти из него, потому что кровь же носитель всяких зараз. И именно в крови бегает сатана. И когда это чистое мясо, мы раздаем одну треть нуждающимся людям раздаем, чтобы они в этот день наелись досыта, порадовались милости Всевышнего для них. Одну треть на угощение для друзей, знакомых, близких, родных. Ну, вот как у нас... И только одну треть себе. 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 Одну треть на праздник. Вот как у нас селе Корено сегодня созванивался. Там готовят делать праздницы по улицам. С каждой улицы свой стол на слое жертв приносят, да? На свой... Кто-то один с улицы накрывает стол, приглашается. Вот такие. Это же не только у нас. В любом мусульманском населенном пункте такие традиции есть. Ну, кстати, раздача мяса там ведь могут получать его не только представители ислама, других вероисповеданий вне зависимости. Ну, у нас так, да. Когда в праздник? Завтра. Сегодня. 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 Завтра тоже будет. Готовится плов. К нам же приходят все мы там не спрашиваем у него удостоверение личности мусульманина. Нет. Пришел человек, инсан по-арабски, пришел, говорит, угостите меня пловом вашим. Так полную тарелку, пожалуйста. Сколько сможешь ешь. Нам же не жалко это нисколько. Оно готовится тоже как жертвоприношение. То есть все ищем. Я в первом начале сказал Всевышнего слова, означающие, что Аллаху не нужно от вас ни мяса, ни жертвы, ничего. Только вот ваша богобоязненность и молитвы нужны для него. Благочестие. Благочестие, да. Вот. Таким образом производится праздничное мероприятие. А сам Курбан, приказ Всевышнего производить его, взят из слов Аллаха в Куране, фасоль или роббейка ванхар, Аллах говорит, так соверши уже молитву и принеси жертвоприношение. Вот. Это как приказ прозвучало. И человек получает награду. Какую награду? Однажды посланник Аллаха, Мухаммад, сказал своей дочке перед праздником, вот когда ты будешь делать жертвоприношение, то присутствуй при этом. Можешь держаться за шкуру барана, можешь просто присутствовать, да. И вот как только выйдет первая кровь с этого барашка, Всевышний прощает тебе все грехи. Вот один из смыслов этого жертвоприношения. Вот. И понятно, что Курман жертвоприношения с точки зрения исламской юриспруденции тоже есть категории кому обязателен, кому нет. Обязательно мусульманин, совершеннолетний, здравомыслящий, свободный, не путник. И обязательно... Пути в дороге нельзя делать. Не надо. Не надо. У него и так расходы. Путника жалеет ислам. И у человека должно быть состояние имущества, когда есть небольшой излишек, хотя бы в 20 тысяч рублей свободных денег. Вот на момент праздника производят Курбан после праздничной молитвы. Начинают уже резать. И вот я заметил, даже не все слушают Вагаз проповедь. Они стараются быстрее сделать Курбан и раздать мясо быстрее. Это нехорошо? Конечно, Вагаз имам готовит, чтобы донести слово Божье для людей. С одной стороны, это нехорошо. С другой стороны, стремление человека побыстрее совершить свою обязанность тут хорошо. Вот как тут оценишь? Пусть Аллах их оценивает всех. А мы ему все равно потом расскажем об этом все. То есть мы проповедники свое дело делаем, обладатели имущества делают свое дело, а те, кто получают, пусть в сердце хотя бы благодарность Всевышнему скажут, что он их наделил вот этим кусочком плоти жертвенного животного, тем самым проявив к нему свою милость. Все укажут свое дело. Так и будет. Еще какие-то специальные условия существуют в праздновании Курбан-Байрама? Какие специальные условия? Три дня. Мы начинаем с молитвы. Начинаем с молитвы, проповеди. Потом все идем приносить жертву. А потом по гостям. А потом расходимся праздновать. Да. К себе приглашаем в гости. Или сами ходим в гости. Да, все сами рассказывают. И при этом я просто хочу подчеркнуть, что надо по-особенному как-то в гости ходить. По-особенному? Нарядными, чистыми. В этот день обычно люди стараются надеть самые лучшие, самые чистые одежды. Есть такая традиция что-то новенькое, только-только купленное, ни разу не одеванное. Или сделанное своими руками, если есть возможность. Новое главное. Если ничего нет, если такой человек бедный, хотя бы пусть возьмет нитку новую и намотает себе на палец. Хоть что-то, но новое должно быть. Это символ вхождения в Новый год с Новым. И этот год пусть ему принесет этому человеку всякие благости и милости Всевышнего. Почему Новый прозвучал в месяц? Хадж происходит в каком месяце? Зульхиджа последний месяц. Это последний месяц. И последним днем заканчивается этот месяц. И следующий год начинается? Следующим днем будет 10 число месяца Зульхиджа последнего месяца мусульманского года. И через 20 дней начнется Новый месяц. Мухаррам как раз там и праздник будет 10 Мухаррама. То есть еще его название Ашура. Десятый день это праздник который отмечается у разных народов и он и религиозный и народный это праздник которым Всевышний давал многие благости пророкам которых отправлял к людям. Но об этом мы потом расскажем. Посветим отдельно передачу. Да, посветим отдельно. И здесь когда человек совершает он курбан вот эти все условия соблюдает жертвенное животное хорошее не больное не хромое не безухое достигшее определенного возраста как например бараш который годовалый. То есть это требование к животному. Да, если ему меньше года то например полгода ему но он достиг размеров как годовалый можно то есть эти животные должны быть по своему состоянию достаточными чтобы накормить людей не малыш не старик малыш ягненок его ни в коем случае нельзя нет пусть растет еще что что с него есть так практически если говоря вот затем делят у нас уже опыт есть многолетний делят доходе до того что люди которые получают курбан отвыкшие от внимания к себе даже плачут от такого проявления внимания причем тут безотносительно вообще какой человек веры исповедует все мы люди все мы инсаны увы особенность современного общества одиноких людей обделенных чем-то вниманием их много к сожалению подобно тому как мы вместе с рамазан провели акции к детям сиротам то есть внимания детям такой месяц рамазан сейчас в этом месяце мы для пожилых людей делаем мы же здоровые все довольно молодые мы себе и мясо купим мы себе заработаем и нам особо подарки только как знак внимания безделушки достаточно а для них это насущная потребность и в эти праздники мы используем чтобы сокрыть эту потребность ведь известно когда ты поможешь человеку в чем-то всевышний вернет тебе десятикратно проверено десятикратно возвращает господь когда я даю например своей жене садаха а самое лучше садаха то есть жертвоприношение милостыня подарок милостыня или подарок милостыня это садаха подарок это милостыня это не как высокомерная подачка нет это проявление внимания уважения вот когда жене даешь она делает молитву милостыня потом смотришь где-то раз и тебе десятикратно возвращать минимум каждый раз она мне даже говорит ты не забываешь что если хочешь быть богаче не забывая не забывая своей семье это на женском же уровне а потом из первоисточников узнаем что об этом говорил пророк он так и говорил что самая лучшая благость милость от вас это в вашей семье вот такими золотыми словами приходится нам завершать все-таки сегодняшнюю программу мы массу конечно нюансов связанных с курбан байрам не ну да но мы отметим что это великий исламский праздник мы хотим всех поздравить с этим мы отметим что чтобы все знали что с первой кровью господь вот этого жертвы животного бог прощает все грехи всех людей которые при этом значит присутствуют и еще раз отметим что сказано в Коране да Аллах сказал что ему не нужны мясо и кровь ему нужны ваши благочестие ему нужны ваши соответственно ваши правильные добрые поступки во имя Всевышнего и здесь нет деления на одной веры другой веры национальности и так далее ко всем же не спосланы слово Божье конечно только так спасибо Нур-Ислам Хаджи и имам мечети города Кирова всего доброго до свидания до свидания салам алейкум Союз нерушимый Субтитры подогнал «Симон»